Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы вскрываем все карты касаемо самого ожидаемого смартфона от компании OnePlus. Производительность, дизайн, экран, автономность, камеры и конечно же цена. Смартфон официально будет представлен уже 11 января, ждать осталось совсем недолго, правда никаких секретов и сюрпризов нам скорее всего уже не покажут. Так, глава компании OnePlus сам по сути слил все технические характеристики и фишки предстоящего флагманского OnePlus 10 Pro и откровенно говоря смартфон будет действительно топ. А сейчас я максимально кратко и содержательно расскажу вам о всех фишках и функциях предстоящей новинки от компании OnePlus. Флагманский OnePlus 10 Pro официально получит самый производительный на данный момент чип от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1 и следовательно станет очередным миллионником в Antutu. Хотя как показывают первые реальные тесты данного драконьего чипа, с троттлингом у него настоящая беда. По сути точно такая же история как и с 888, так что как всегда надежда на грамотную реализацию чипа инженерами компании OnePlus. Надеюсь, ребята, все получится. Что касается оперативной памяти, то новинку оснастят 8 гигабайтами в базе и 12 гигабайтами в топовой модификации. Стандарт оперативной памяти разумеется LPDDR5. Что же до объема накопителя, то он также в зависимости от модификации получит разброс от 128 до 256 гигов. Разъем под карточку памяти уже традиционно не предусмотрен. Питает все это дело вполне приличная баночка на 5000 мАч с поддержкой быстрой 80-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Да, ждали 125, но что-то как-то не задалось. Но не беда, при любом раскладе новинка будет заряжаться примерно около 30 минут. Также будет поддерживаться и реверсивная зарядка. Что касается дисплея, то это уже знакомая нам по габаритам AMOLED LTPO матрица с диагональю в 6,7 дюйма последнего поколения и разрешением 3216 на 1440 точек с частотой обновления до 120 герц и тачем, скорее всего, в 1000 герц, как у недавно представленного Realme GT 2 Pro. В общем, дисплей у двух новинок будут весьма похожи, но это не сюрприз. Конфигурация камер, кстати, раскрывается одним лишь перечислением разрешений, то есть 48, 50, 8 мегапикселей. Однако, уточнить её решил информатор Arsenal. По его сведениям, главный модуль представлен сенсором Sony MX789, ширик основан на Samsung GN1, а телевик с трёхкратным увеличением на OmniVision OV08A10, что, как отмечает источник, в некоторой степени является даунгрейдом даже относительно двухлетнего OnePlus 8 Pro, получившего в качестве ширика 48-мегапиксельный Sony MX586. Но лично я думаю, что всё оставит плюс-минус как у предшествующей модели, так как по большей части в этот раз упор будет именно на софт. Тем более, об этом говорил сам глава компании. Что касается фронталки, то она будет на 32 мегапикселя, что опять же относит нас к недавно вышедшему Realme GT 2 Pro. К дополнительным особенностям новинки могу отнести, конечно же, свежий 12-й Android прямиком из коробки на не менее свежий Oxygen S 12.0, стереодинамики, поддержку всех 5G-сетей, Bluetooth версии 5.2 и, конечно же, NFC. Смартфон выходит в чёрном и зелёно-чёрном исполнении. Белый пока что под вопросом, но, как по мне, он был бы вообще огонь. Что ж, до ценников, то они будут стартовать от отметки в 799 баксов. Что ж, в целом смартфон ожидается очень интересный. Ну а вы в комментариях не забудьте высказать своё личное мнение по поводу нашего сегодняшнего героя. Ждёте или же нет, ну и почему? На этом, думаю, всё. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч!